Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава книги Левит, последняя в этой книге, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. А книга Левит это в общем-то договор, условия договора между Богом и его народом. Есть условия этого договора, сначала долго и подробно перечисляются условия со стороны народа, что народ должен делать, в конце говорится о том, как Бог наградит за соблюдение или накажет за нарушение этих условий. Ну а 27 последняя глава выглядит как перечень таких мелких примечаний, потому что в любом договоре распределяется вот что одной стороне, а что другой стороне достается. Но здесь есть вот такие пограничные случаи, и нужно четко распределить собственность. Где чье? Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым, если кто-то, исполняя данный Господу обет, должен выплатить стоимость человеческой жизни, о чем идет речь. То есть человек посвящает себя, либо кого-то из своей семьи, Богу, но не убивает себя, конечно, на жертвенник не приносит своего ребенка, а выкупает у Бога. То цена мужчины в возрасте от 20 до 60 лет 50 шекелей серебра в шекелях святилища, а женщине 30 шекелей. Это, видимо, цена раба такая, хорошая цена. Шекель это 10 граммов серебра немножко больше. Идут до сих пор споры, шекели святилища были ли они больше обычных шекелей, или это просто стандарт шекелей вообще. Ну, если столько же, то 50 шекелей это полкило с небольшим, если, соответственно, шекелей святилища побольше, ну, где-то килограмм серебра за человека. Если возраст человека от 5 до 20 лет, то цена мужчины составит 20 шекелей, а женщины 10. Если возраст человека от 1 месяца до 5 лет, то есть совсем уж младенчика, пообещали Богу, то цена мальчика составит 5 шекелей серебра, а девочки 3 шекеля серебра. Извините, женщины, но патриархальное общество женщины ценится меньше. Если возраст человека 60 лет и старше, то цена мужчины составит 15 шекелей, а женщины 10. Ну, явно вот цена раба, да, то есть раб в силе, он работает, а либо ребенок еще не способен, либо старик уже не способен. Если же давший обет слишком беден, чтобы выплатить установленную стоимость, то его надо привести к священнику, и священник, оценив его состояние, решит, сколько он должен выплатить. Если по обету отдает одно из тех животных, которых можно приносить жертву Господу, то это животное, отданное Господу, становится святыней. Его нельзя заменить другим животным. Не отдать хорошее вместо плохого, неплохое вместо хорошего. Если давший обет все-таки заменит одно животное другим, то и обещанное животное, и то, которым его заменили, станут святыней. О чем идет речь? Ну, допустим, человек обещает Богу, что отдаст ему первое животное, которое у него родится в его стаде. Вот оно родилось. Он посмотрел, ой, что-то слишком хорошее, я не хочу его отдавать. Или, наоборот, такое оно родилось хромое и слепое. Такое Богу отдавать нельзя. Вот действительно нельзя. Если по обету отдают какое-либо из нечистых животных, которых нельзя приносить в жертву Господу, мало ли что у него там есть среди его стад верблюд какой-нибудь, да? Это же ничего плохого нет, владеть верблюдом, но верблюд не приносится в жертву. То это животное надо привести к священнику. И священник определит его стоимость, в зависимости от того, хорошее оно или плохое. Как оценит его священник, так и будет. Если давший обед захочет выкупить животное, он должен добавить к его стоимости еще одну пятую. То есть можно оставить себе, но заплатить, причем с вот этой стандартной штрафной санкцией одна пятая. Если кто-то посвятил Господу свой дом, то священник должен определить стоимость дома, в зависимости от того, хороший он или плох. Во сколько оценит его священник, такова и будет его стоимость. Если тот, кто посвятил свой дом, пожелает его выкупить, он должен добавить к его стоимости еще одну пятую и получит свой дом обратно. Примерно та же ситуация, да? Если кто-то посвятил Господу поле из своего родового надела, то оно должно оцениваться по количеству зерна, которое можно на нем посеять. По 50 шекерей серебра за каждый хомер и ячменя. Ну, видимо, это стандартная цена зерна, который может быть на нем посеян. Если человек посвящает свое поле Господу в юбилейный год, то в расчет надо брать его полную стоимость. Я напомню, что юбилейный каждый 50-й год становится годом обнуления всех земельных договоров. То есть земля продается, но фактически она передается в аренду до следующего юбилейного года. Поэтому юбилейный год это на 50 лет ближайших, а там дальше первый год после юбилея на 49 и так далее. Если же он посвящает поле Господу после юбилея этого, священник должен посчитать стоимость поля по числу лет, оставшихся до юбилейного года. Стоимость должна быть уменьшена. Если тот, кто посвятил поле, пожелает его выкупить, он должен добавить к его стоимости еще одну пятую, и поле вернется к нему. Но если он не выкупил поле или оно было продано другому, то это поле уже нельзя выкупить. В юбилейный год, когда поле возвращается к владельцу, оно сделается святыней Господней, словно поле, на которое наложено заклятие. Оно станет наследственной собственностью священника. Соответственно, поле, на которое наложено заклятие, имеется в виду то, что отдано Богу полностью, и заклятие убирает его из обычного человеческого употребления. Ну и что это означает? Что поле возвращается к владельцу, и тем не менее можно его передать священнику, и он уже станет владельцем этого надела. Значит, юбилейный год как подводит черту, но все равно это поле не возвращается в идеале к своему хозяину. Если кто-то посвятил Господу купленное поле, то есть поле, не входящее в его родовой надел, посвященник посчитает стоимость поля по числу лет до юбилея, и этот человек должен будет выплатить священнику стоимость поля в тот же день, это святыня Господня. А в юбилейный год поле вернется к тому, у кого оно было куплено, для кого оно родовой надел. То есть свое посвящать можно, оно останется навсегда, за священником чужое посвящать нельзя. Друзья, все цены определяются в шекелях святилища, в шекеле 20 гер. Ну, шекель святилища, еще раз, либо 10 граммов с небольшим, либо 20 граммов с небольшим, точно мы не знаем до сих пор. Неважно, важно, что дается какой-то стандарт, тем более сегодня эти правила не действуют. Первенец скота не может быть посвящен Господу, он и так принадлежит ему, как первенец. И первенец коровы, и первенец овцы принадлежит Господу. Но если это первенец нечистого животного, то его можно выкупить, добавив к его стоимости еще одну пятую. А если животное не выкуплено, его продают по установленной цене. Но никакую собственность, которую хозяин отдал Господу, наложив на нее заклятие, будь то человек, животное, ледовое, земельное надел, нельзя ни продавать, ни выкупать. Все заклятое святыне святыню Господа, человека, преданного заклятию, нельзя выкупить. Он должен быть предан смерти. Однако, только что мы читали, что человек, который посвящен Господу, выкупается за деньги. Тут он должен быть предан смерти, потому что ритуальная смерть и ритуальное убийство здесь. Но это особенная ситуация заклятия по еврейским хэрам. То, что налагается на человека в каких-то совершенно особых условиях. Книга Иисуса Новина, между прочим, описывает такие ситуации. Это город, населенный язычниками, который должен быть полностью уничтожен вместе со своими жителями. Их предают заклятию. Соответственно, отказываются их воспринимать не только как людей, но и даже как рабов, как вообще кого-то. Эта ситуация все-таки экстремальная и довольно редкая. Но да, придется признать, что это убийство во имя веры. И в дальнейшие века это творилось. Можно лишь обратить внимание, что в Ветхом Завете об этом гораздо меньше сказано, чем в каких-нибудь пособиях для инквизиции средневековых. Все десятины того, что дает земля, урожая из полей и плоды деревьев принадлежат Господу, это святыне Господне. То есть, это не добровольная жертва, какие бывают, и они подробно описаны в книге «Левит». Это его доля, это его плата ему, что ли, за пользование землей, которую он дает израильтянам. Это часть условий договора. Если кто-то желает выкупить свою десятину, он должен добавить к ее цене еще одну пятую. Стандартная компенсация за выкуп или за компенсацию ущерба. Десятина от крупного и мелкого скота, каждое десятое животное, прошедшее под пастушским посохом, это святыня Господня. Ну, как посчитать животное? А вот его проводят, выводя из ворот загона, и пастух, каждого касаясь посохом, считает, раз, два, дошел до десяти, десятое Господу. Соответственно, и от приплода десятина. Не следует отделять хороших животных от плохих и заменять одних другими. А если все же одно животное заменили на другое, то оба становятся святыней, они не подлежат выкупу. Значит, если бы пытались смошенничать, то отдают и то, и другое. Таковы повеления, которые Господь дал Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. На этом завершается книга Левит. Длинная книга скучных и для нас сегодня совершенно, казалось бы, ненужных правил. Никто из христиан этого не исполняет. Я, правда, назвал одно единственное исключение. Это в православной традиции очищение женщины после родов. Выдерживается срок. Вот ровно из книги Левит. Странная вещь, единственная деталь ветхозаветного законодательства, которая перешла в православную традицию в прямом и непосредственном своем виде. Но это такой, скорее, анахронизм. А так книга Левит, казалось бы, для нас абсолютно не актуальна. Но, повторюсь, она не просто некоторый исторический справочник. Вот вы знаете, когда давно жили такие древние евреи, у них были какие-то странные обычаи. Вот их перечень. Это рассказ о том, как, собственно говоря, Бог договаривается об особых отношениях со своим народом. Это выражается, прежде всего, в ритуале. Потом придут пророки и скажут, недостаточно исполнять эти ритуалы. Нужно сердце отдавать Богу, а не десятину от всего там, включая, а не семяту, как потом будет в Евангелии сказано. Но для того, чтобы это прозвучало, нужно вообще понять о том, что некоторые вещи человек отдает Богу просто потому, что они Божьи и есть. Их надо отдать Богу. Потом это будет сказано Христом. Отдайте кесареву кесарева, а Божьи Богу. То есть не просто пожертвуйте ему, делите ему там от своих стад, а отдайте ему то, что ему принадлежит. Вот для того, чтобы это стало понятно, и что ему потом принадлежат не только барашки, но и сердце человеческое, Вот для этого надо было начинать с этих вещей. Книга Левит с них начинает. Книга Левит. Продолжение следует...